Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В наш век, когда каждая партия сопровождается тоннами теоретических вариантов, на высоком уровне гроссмейстеры поднимают невероятные продолжения, а компьютеры удивляют нас глубиной своей счетной игры, мы, конечно, устаем от этого потока информации, и в какой-то момент хочется обратиться к классическому наследию. Хочется посмотреть партии Пола Морфи, Адольфа Андерсена, Игона Цукерторта, ну и, конечно, первого чемпиона мира Вильгельма Стенница. Сегодня я предлагаю вашему вниманию одну из достаточно коротких, но очень интересных партий этого пионера шахмат, который своей позиционной теорией перевернул, можно сказать, представление о шахматах в 19 веке. Но эта партия датируется 1859 годом, когда Стенниц был еще молодым шахматистом, ну и, конечно, в лице Морфи, Андерсена и других представителей комбинационной школы он имел перед собой образцы для продражания. И эта партия была сыграна против соотечественника, тоже австрийского шахматиста Карла Гампи. Но здесь, как обычно, Чизбейс совершенно напутал с флагами. Здесь Гампи присвоили швейцарский флаг Стенницу, флаг США. Ну, впоследствии, конечно, Стенниц приехал в Соединенные Штаты и представлял эту страну. Но в то время они играли как раз в столице Австрии, Вене, и оба этих шахматиста австрийцы. Карл Гампи, прежде всего, нам известен по гамбиту Гампи Альгайра, который он изобрел в Венской партии. Ну, и, конечно, два австрийских шахматиста в Вене играют в Венскую партию. Итак, просто насладимся игрой этих шахматистов, прежде всего, комбинационным талантом будущего первого чемпиона мира. Гампи играл белыми, сыграл е4, дальше было е5 и конь c3. Конь f6 и на f4 Стенниц ответил ходом d5. Конечно, вот этот вариант Венской партии, он родственен королевскому гамбиту. Вот тот пресловутый гамбит Гампи Альгайра получается после принятия жертвы. Ну, и дальше на конь f3 g5, h4 g4. Тоже ходы из королевского гамбита. Ну, и на h6, вот такая вот жертва на f7, как раз именно этот гамбит. Довольно интересное продолжение. Современные компьютеры напрочь отвергают вот эту жертву. Ну, понятно, в практической партии, тем более в середине XIX века, эта жертва могла приносить неплохие результаты. Ну, мы вернемся к нашей партии. Далее было d5, именно так Стенниц отреагировал. Ну, и еd. Вот так сыграл гампи, и далее конь бьет d5. Очевидно, что после хода e4, вот эта дебютная веточка соприкасается с контргамбитом Фалькбейра из того же королевского гамбита. Но черные все-таки бьют на d5 конем, далее происходит взятие на e5 и бьем на c3. Ну, и здесь после bc, конечно же, ферзь h4. Вот такой боковой шаг ферзем всегда опасен, если на поле f3 пока нет белого коня. Ну, и здесь, понятно, ход g3 ведет к потере материала, после вот такого двойного удара теряется ладья на h1. Поэтому белые заранее, конечно, готовы были сделать ход король e2. Сон g4 это не выигрыш ферзя, потому что следует контратака коня в 3. Ну, а вот здесь конь c6. На самом деле, конечно, конь пока побить ферзя не может, прикрыл короля. Но здесь позиция белых не такая уж плохая, они имеют лишнюю пешку. Ну, и укрепляют центр ходом d4. Ну, а черные развиваются, 3-0. То есть, мы видим, что здесь остальниц применил гамбит, оставил белого короля в центре. Но белые надеются укрепиться. И, конечно, вот в этой ситуации нужно было играть поактивнее. Вот такой ход, как сон e3 неплох. Далее на ход конь e5, ферзь e1. Конечно, в такой ситуации размен ферзей на руку белым. Ну, и вполне можно было держать позицию белым именно таким образом. Но белые сыграли пассивнее, слон d2. Зачем именно так, не совсем понятно. Зачем-то пешку на c3 защищает Карл Гампе. Ну, и дальше взятие на f3. gf и конь бьет e5. Вот после этой жертвы коня, фактически, и начинается та комбинационная буря, благодаря которой очень нравится многим поколениям шахматиста эта партия. Дело в том, что вот в этой ситуации белым нужно было уже играть ферзь e1. Срочно играть ферзь e1. Не принимать жертву коня. Дело в том, что в этой ситуации, в случае взятия, последовало бы вот такое окончание, где у черных такой весьма неплохой конь на c4. У белых, правда, два слона. Ну, испорченная пешечная структура на ферзьевом фланге все-таки дает... Испорченная пешечная структура белых дает черным некоторые вот здесь шансы на уравнение. Но вполне понятно, что на ферзь e1 совершенно не обязательно бить этого ферзя. Черные могли отойти на h5 и продолжить игру в гамбитном стиле. На dE следует ферзь e5, король f2, слон c5, шах, король g2, ферзь h5. Уходим от разменов. Ну, здесь лишний слон у белых, но не обеспеченное положение короля. Активные ладьи. Мы видим, что вот эти две центральные вертикали сейчас всецело во власти черных. Слон d3, ладья h8. Ферзь f1, ладья e6. С идеей ладья g6 при случае после f5. Ну, вот здесь у черных есть компенсация за потерянную фигуру. Ну, видимо, так бы с тайницы поступил. Но Карл Гампе пошел навстречу замыслом соперника. Сыграл dE. Мы, конечно, его благодарим за это, потому что партия получилась дальше просто на загляденье. Вот каждый последующий ход черных это удар, это угроза. И действительно белым приходится здесь отбиваться, несмотря на лишнюю фигуру. Слон c5. Объективно после этого хода позиция белых уже проиграна. Угрожает мат ферзь f2, поэтому нужно играть ферзь e1. Другой защиты просто нет. Черный играет ферзь c4. Король d1. И ферзь бьет c3. Мы видим, что в этой ситуации уже под угрозой ладья на a1. Бить, конечно, ферзя нельзя ввиду связки по вертикали d. Поэтому практически вынужденный ход ладья b1. Но тут мы замечаем, что ферзь напал не только на ладью, но и на пешку f3. Он берет эту пешку. Это двойной удар. Кажется, что на этом партия заканчивается, потому что ладья теряется на h1. Интересно, что вот в этой ситуации белые позволили забрать ладью. Сыграли ферзь e2. Но в то же время не менее красивые варианты возникают после хода слон e2. Защищаем ладью на h1. Но здесь ладья d2. Очевидно, что брать ферзем не получается ввиду ферзь h1. Поэтому нужно брать королем. Ферзь e3 шаг. Король d1. Ладья d8. Посмотрите, здесь у черных идет атака. У них на ладью меньше. Но приходится закрываться слоном. Далее еще жертвуем качество. Вот cd и ферзь bd3. Здесь мы видим, что у черных очень активный ферзь. Очень сильный слон. Но у белых лишняя ладья и лишнее качество. Но как же играть дальше? Если пойти ферзь d2, то теряются одна за другой обе белые ладьи. Ферзь b1 шаг. Ферзь c1, не отдавая вторую ладью. Снова шаг. Ферзь d2 и еще один шаг. Ну и так ладья теряется снова. Ну а если сыграть король c1 с идеей защитить ладью на b1, то слон a3. Единственный ход ладья b2. Наталкивается она тоже единственный ферзь b5. Интересно, что вот именно этот ход здесь дает черным шансы на победу. Мы видим, что вот в этой ситуации ладья на b2 под боем. Если просто ее отдать, то у черных большой материальный перевес. Слон и три пешки против ладьи. Но ферзь f2 и вот здесь очень красиво. Бьем и находится ход ферзь c6. Отнимаем еще ладью на h1 у белых. Ну и здесь ферзь в окончании конечно выиграна. Никакого вечного шага со стороны белых здесь нет. Поэтому белые сыграли ферзь e2. Видимо вот почувствовал, что там опасно. Но тут стейниц вполне мог закончить партию прозрическим. Ферзь h1. Мы видим, что здесь у белых никакой атаки нет. Черные контролируют всю доску. И у них еще и лишнее качество. Но пешки тут считать уже и не будем. Но хвала стейницу. Сыграл он ладья бьет d2. Именно вот такой ход. Очень красивый. Ну и чем-то он напоминает ход из его известной партии против Курта фон Бартелебина. Где стейниц белыми пожертвовал ладью на e7 примерно в таком же стиле. Но здесь выбора нет. Ферзем бить нельзя ввиду связки по этой диагонали. Поэтому надо бить королем. Далее ладья d8. Добавляем еще дровишек в огонь атаки. И король c1. Здесь конечно можно было сыграть ферзь d3 с идеей откупиться материалом. Но мы видим к чему это приводит. Слон b4. Очень тоже точный такой ход. Идея этого хода в том, чтобы разъединить ладьи вот здесь. Заставив белого короля ступить на первую линию. Понятно, что взятие на b4 наталкивается на ферзь h1. У белых большой материальный недовес. Ну а если сыграть c3, то ферзь f2. Ну и опять же, если мы здесь пытаемся сохранить ладьи. То мы играем дальше слон e2, ферзь d4, шах. Король e1, шах и еще ферзь e4. Вот это красивое окончание. Мы видим, что обе ладьи сейчас под боем. Очевидно, вот ход короля f2 натолкнется еще на слон d4. Здесь белые проигрывают. Ну а партия наша закончилась еще более красиво. Король c1. Здесь сыграли белые. Черные делают шах слона 3. Ладья b2, ферзь c3. Угрожает ферзь, бьет b2. Белые вот здесь показывают зубы. Играют слон h3 в этой позиции. Пытаются как-то отвлечь ферзя от нападения на b2. Но черные даже не бьют. Они играют. Король b8, ферзь b5. Попытка поставить мат. Но первыми мат получают именно белые. Ферзь d2, шах. Король b1. И вот такая красивая жертва ферзя. Венчает эту великолепную партию. Ладья бьет d1. Ладья бьет d1. Вот в этой матовой конструкции мы видим, что слон на а3 даже фактически не принимает участие. Ну а ладья на b2 сослужила плохую службу своему королю. Вот такая великолепная партия первого чемпиона мира Вильгельма Стейница. Бывает такое настроение у шахматиста, что хочется посмотреть какие-то партии старых мастеров. И действительно эти партии дают нам вдохновение для движения вперед. Надеюсь, что данный поединок вам понравился. Вы не забудете поставить лайк под этим видео. Подписаться на канал Шахматы для всех. Если вы этого, конечно, еще не сделали. Но я буду с вами прощаться. Большое спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...